Если вдруг у вас все-таки присутствуют задние пассажиры, чтобы их не прибило рамой... Друзья, всем привет! Сегодня наша рубрика «Вопрос-ответ» очередная серия. И поговорим о, казалось бы, такой банальной и простой вещи, как ходовой тент. А точнее, о том, как правильно сложить ходовой тент. Видите, вот в данной лодке тент сложен на заводе, плоская, маленькая, аккуратная подушечка образовалась. Однако же все владельцы катеров после первого выхода, после первой эксплуатации тента, либо бросают его в надежде соберу потом, разобранным, таким растрепанным, либо собирают также в чехол, но это получается какой-то бесформенный, такой валик бесформенный, неудобный, некрасивый. И, как правило, уже после первого сезона эксплуатации у людей полное разочарование. Тент истрепался, порвался, пришел в негодность. А потому что он был сложен неверно, и либо его трепало ветром, либо он был скомкан, не просушен, появились заломы, появились потерстые ткани, ну, в общем, много неприятностей с ним произошло. И сегодня, по вашим многочисленным просьбам, мы покажем, как правильно и быстро его сложить, чтобы он лежал в таком аккуратном виде и прослужил вам многие-многие годы. Начнем мы от обратного. Тент уложим на заводе. Сейчас мы посмотрим, как это сделано. Соберем его, поставим, а потом в обратном порядке, опять же, по заводской технологии, по их методике, сложим его вот в такой аккуратный вид. Чехол от тента оборудован двумя молниями. С двух сторон это сделано для удобства. Растегиваем, аккуратно его снимаем. Складываем, не теряем, так как все происходит на воде, можете случайно его уронить в воду. Разворачиваем. Здесь важный момент, как правило, боковые стеночки лежат завернутые внутри тента основного, и если вы начнете сразу поднимать раму, есть вероятность их уронить за борт. Будьте внимательны. Даже жалко раскладывать на сток, аккуратно сложено все. Но ничего, мы сделаем потом точно так же. Цент абсолютно новый. Пахнет заводом еще. Часто покупатели лодок интересуются, будучи в салоне-магазине, а насколько быстро можно поставить тент. Я всегда говорю, что если у вас опыт есть какой-то, то это 3-4 минуты. Если нет, то от 8 минут до получаса. Но опыт появляется буквально после двух-трех установок. Все это происходит легко, непринужденно, находясь в лодке. Ну все, основная конструкция стоит. Осталось установить только боковые стеночки. Сейчас мы это сделаем. Для тех, кто еще не знает про эту лодку Fenix 510, здесь по ссылочке можете посмотреть полный ее обзор, включая размеры корпуса, длину, ширину, рундуки. И самое важное, мы там измерили высоту от палубы до верхушки тента. Это тоже важный параметр. Посмотрите этот ролик. Вот мы подошли к очень важному вопросу. Высота тента в собранном состоянии. Давайте посмотрим, какова она от тента до задней банки. Ну вот, собрали тент. Заняло это порядка трех минут. То есть, если у вас на воде где-то вдруг застал дождик, вы видите надвигающиеся тучи, успеете и не промокнете абсолютно, даже если займет 10 минут. Вы тренируетесь, и будет получаться отлично и быстро. А теперь приступим к самому главному. Как все это собрать обратно в такую красивую, компактную коробочку, назовем я. Гораздо проще собрать тент, если вы находитесь на причале. Он, как правило, выше лодки, и вам гораздо удобнее. И особенно, если вас двое. Но мы будем исходить из обычной житейской ситуации. Вы в лодке один, на воде, дождь прошел, и вам надо побросать спиннинг или просто позагорать. То есть, собираем из кокпита. Первое, с чего мы начинаем, это снимаем боковые окна. Снимать боковые окна еще легче, чем ставить. Сплошное удовольствие. Сразу свежий воздух в лицо, речной бриз. Далее мы должны их правильно сложить. Это тоже абсолютно несложно. Элементарно. И скатываем в трубочку. Без каких-то попыток сложить их пополам, чтобы заломов не было. То есть, именно так, в тубус. Как правило, в катерах задняя стенка тента делается вот таким образом, чтобы ее можно было поднять, и лодка продувалась. Допустим, если вы прячетесь не от дождя, а от солнца. И прежде чем начать собирать тент окончательно, нужно опустить эту заднюю стеночку и застегнуть ее на молнии, которые имеются на основных стойках тента. И далее мы начинаем отстегивать крепление к кормовой части тента. Далее мы переместились к лобовой части тента и проделываем такие же операции, как и с кормовой частью. То есть, застегиваем стекло, находящееся спереди, и отстегиваем крепление тента от ветрового стекла. Тут важный момент. После того, как мы отсоединили все элементы креплений, тент приобретает вот такую подвижность. Его больше ничего не держит, поэтому будьте внимательны. И следующим шагом, одним из самых главных, это вот такое легкое движение. Но это еще не все. Легким движением руки... Легкое, но точное. Забрасываем на крышу тента нашу переднюю лобовую, так сказать, часть. Но не просто забрасываем, а аккуратно расправляем по краям. То есть, чтобы лежал ровненько и четко посередине. Далее то же самое делаем с кормовой частью. И проделываем ровно те же манипуляции. Раскладываем, поправляем эти боковые части, так называемые уши. В этом и есть самый главный секрет того, как правильно сложить тент. И после этого остается завернуть наверх. Вот эту часть также очень аккуратно ее расправить. сделать это с другой стороны. И вот таким движением сложить наш тент. Далее перемещаемся на палубу с дивана и переходим к последней части нашего балета. Но уже видно, насколько ровно, практически по-заводски выглядит наш тент. Не забываем про наши боковые стекла. Давайте я еще раз покажу, как скрутить правильно, компактно, чтобы они поместились в наш чехол от тента. Это все не сложно. Главное помнить основное правило, чтобы никаких заломов не образовывалось. То есть только в трубочку в виде тубуса. Снимаем мы этот ролик не в жаркий солнечный день, а, напомню, на улице плюс 4, но мы, тем не менее, мы сидим в открытой лодке. А почему? Потому что в нашем сервисном центре мы установили вот такой гаджет, который называется обогреватель Webasto. Пользоваться им очень просто. Выключили, не включили. И регулируете просто температуру желаемую. Выставляете, и все. Наши рулетики из боковых стенок мы кладем вот сюда. Заворачиваем аккуратно тент. Важный момент, чтобы это было красиво и эстетично. До дуги сделайте заворот тента. Не надо его перегибать туда сильно. Вот, до дуги. Все. И остается только упаковать в этот чехол. Чехол надет, молнии практически застегнуты. Все. Красиво. Ничего не топорщится по бокам. Тент сохраняет свой функционал на долгие-долгие годы. И еще такой эффект. Правильно сложенный тент создает комфорт для задних пассажиров. То есть такая опора для руки, для спины тоже является своеобразным таким продолжением дивана. Если видео вам понравилось, было полезным, как говорится, зашло, ставьте лайк и мы покажем, как собрать тент на других моделях Феникса. Не забывайте подписываться на наш канал, ищите нас в соцсетях, ВКонтакте, в Телеграм-канале. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»